здравствуйте дорогие друзья и уважаемые подписчики находиться в деревянном доме красота запах какой сосны я поклонник бревенчатых домов комфортное экологичное тепло в нем я приехал на инспекцию на один из своих объектов залез на крышу сейчас ребята исполняют утепляют пирог готовят обрешетку для монтажа металлочерепицы ну проведем вместе с вами инспекцию проверим все ли в соответствии антисептируем в пиломатериал весь материал нужно использовать первого сорта удалять обзол или карат все на счищать потому что жучки заводится в ней межстропильное пространство у нас 200 миллиметров утепляем в четыре слоя пятеркой роквелла с обязательным перекладкой утеплителя в шахматном порядке монтируем гидроизоляцию дельта в нашем случае диффузионную она позволяет устраивать однослойную систему вентиляции ребят и монтируем брусок для продыха контур обрешетка важно она дает зазор 5 сантиметров для вентиляции и также нужно давать зазор в этих областях почему потому что конвекция должна проходить у вас и снизу вверх и если это где-то необходимо подхватывая сбок то есть вентиляция происходила и вдоль и поперек это обязательно подметал черепицу тут выдумывать не надо обрешетка должна установлена быть по осям 35 сантиметров давайте проверим вот пожалуйста по осям мы смотрим 35 сантиметров хочу рассказать о гидроизоляции и очередности монтажа пирога мансардной кровли дом дал усадочку стропила естественно где-то гуляют где-то провал где-то наоборот она вздыбилась срывали заново обрешетку ловили диагональ плоскости кровли выравнивали саму плоскость кровли чтобы по шнурке все было идеально выровняли закрепили раскрепили стропила и проводим дальше утепление пирога гидроизоляция диффузионная дельта имеет клейкий слой вот например проклеена у нас гидроизоляция и даже сложно отодрать он и вверху и внизу допустим внизу мы сдираем защитный слой и вверху и проклеиваем стык гидроизоляции это очень важно чтобы не проникала влага и пароизоляцию снизу нужно обязательно стыки все проклеивать это обеспечит вам безопасность теплопотерь а с этим и экономию тепла энергии то есть газа электричества чем вы отапливаете свой дом планировать надо утепление чтобы между ряде стропил было 58 сантиметров потому что ширина утеплителя 60 сантиметров чтобы он с натиком ходил и это удобно без всякой ненужной резки пыли она становится и закрывает собой все щели песня без слов ночь без сна все в свое время зима и весна каждой звезде свой небо тусон каждому морю дождя глоток каждому яблоку вместо упасть каждому вору возможность не красть каждой собаке палку и кость и каждому волку зубы злость снова за окнами белый день хочу рассказать вам о карнизе есть работа которые мы не будем исполнять например подшивку свесов и монтаж желобов наша задача накрыть металлочерепицы на зиму до подшивка свесов и желоба будет в следующем сезоне сюда установим мы сеточку чтобы задекорировать это отверстие установили мы капельник на карниз и гидроизоляция к нему приклеивается довольно таки жестко конденсат будет стекать желоба будут монтироваться сверху постоянная конвекция теплый воздух он будет постоянно выветриваться если продыха нет тогда будет конденсат а вот и сеточка вентиляционную ленту пвх она довольно таки жесткая то что птички и синички осы и проще насекомые очень любят эти места и забираются вот сюда под крышу и в этом зазоре устраивает себе гнезда это неправильно надо их отсюда отсечь пускай летят к соседу лента пвх и она продается по 5 метров есть любого цвета под цвет металлочерепицы но ходовые цвета до темно-коричневые темно-красные и темно-зеленые наша компания постоянно используют декорируют вот эти винт зазоры и в принципе она хорошо себя показала не деформируется со временем не теряет цвет а защита и декор в принципе достойны о важной вещи экипировки и оснащению кровельщика влияет на производительность труда на безопасность кровельщик всегда работает на крыше скат кровли неудобно ходить надо думать о безопасности одна рука занята держась за канат у кровельщик как правило используют подсумок то есть вы себя разгрузили у вас уже появляется вторая свободная рука я могу уже взять какой-то инструмент и или материал я уже могу подниматься вам не придется бегать вверх вниз за гвоздями шурупами молотками там вечно саморезы сыпятся в следующих видео мы продолжим вас знакомить с кровельными хитростями поговорим например о страховке вопросы вы уже задавали как специалисты вашей компании страхуются это тоже очень важная часть мы поднялись изнутри посмотреть обратную сторону пирога мансардной кровли здесь мы устанавливаем зеркальную пароизоляцию дельта рефлекс трехслойную которая еще и отражает тепло не только его задерживает еще и отражает зеркальная поверхность все стандартно с проклейкой стыков без разрезов монтируется обрешетка желательно саморезами потому что клиент будет производить отделку обрешетка будет являться несущей конструкции гвоздь он все-таки вытягивается время а саморез держит доску хорошо проклеивает специальными скотчами все стыки сопряжение стен с пароизоляции и по периметру необычными скотчами рыночные а там клеющая часть составляет 3 миллиметра и довольно таки она клейка в брусовом доме в бревенчатом сделать это еще сложнее потому что бревенчатая структура полукруглая на бетон или на кирпич приклеить попроще но все равно продукция в виде скотчей до специальных фольгированных это позволит проклеить если это не заизолировать обязательно типа потери неизбежно в этих местах и да будет . раз и в этом есть надо холодно бедняга монтируем металлочерепицу и поднимаем ее наверх у нас кат около 6 метров компании крупмонтаж есть возможность заказать целый лист неразрывные некоторые компании набирают из трех листов до этот 6 метров там по два метра значит есть дополнительные стыки компания крупмонтаж от конька донизу заказывает цеху неразрывный лист просто нужен определенный навык поднимать это все наверх еще хочу сказать так как нас смотрят заказчики у нас по смете идет металлочерепица полиэстер с цинком 275 грамм на квадратный метр указана маркировка гарантия 15 лет с толщиной 0 5 металлочерепица неплохого качества импортного производителя для поднятия металлочерепицы довольно длинного листа нужны направляющие доски как мы делаем здесь делаем отверстие отмечаем центр под самый верх и загоняем туда крючок в этом месте перекроет конек наши замерщики всегда берут металлочерепицу чуть больше запаса на 10 сантиметров этот элемент обрежется и поднимаем наверх подава ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Это металлочерепица, детка. Мы установили лист металлочерепицы. В чем фишка всей обрешетки? Каждый саморез должен идти под волну. Металлочерепица как ступенька. Здесь низшая точка, здесь она поднимается наверх. Если вы будете саморез закручивать здесь, то металл к дереву плотно не прилегает. Его местонахождение под волной. Когда вы отойдете, они в тени этой волны, их незаметно. И поэтому металлочерепица смотрится красиво. Если обрешетка сделана как попало, будут вот эти точки саморезов заметны. Крепите металлочерепицу саморезами нужно не прям в каждую волну, а через волну. В стыке нахлеста, когда лист приходит, соединяется следующим, эта волна должна прокручиваться обязательно. При монтаже ногу нужно ставить вниз волны, ни в коем случае не наверх. Можете деформировать металлочерепицу. Чтобы не забывать сноровку, надо себя поддерживать в тонусе. Держи, коллега. Поднимаем второй лист. При монтаже следующего листа надо смотреть обязательно все зазоры. Чтобы прилегание было настолько плотным, чтобы с улицы практически было незаметно этого стыка. Начинаем монтаж. Поехали. Напоминаю, что компания Кровмонтаж проводит конкурс с розыгрышем призов профессиональной экипировки и инструмента. Ссылка будет под этим видео в комментариях. Принимать участие может любой, абсолютно любой человек. Смотрите условия. Дорогие друзья, мы показали вам основы монтажа металлочерепицы, утепления мацарного пирога на нашем объекте. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока.